Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё мы будем выполнять с вами моделирование. Моделирование так называемого асимметричного кроя. Блуждая по простому раму интернета, мне очень понравилась вот эта модель, выполненная с одним коротеньким рукавчиком, и правая сторона у неё открыта. Так вот, сегодня мы с вами разберём, как это сделать, а параллельно с этим разберём ещё одну вариацию этой же самой модели, и вы увидите, как легко и просто воплотить в жизнь современный крой, современные идеи. Итак, прежде всего мы с вами составляем вот такое техническое задание, как вы уже знаете и наверняка к этому привыкли. Вот наша первая модель. Я опускаю здесь наличие воротничка, который пришивается как хомутик, воротник такой хомутик, отложной вот на этот вот бок, да, это будет другая история, когда-нибудь, может быть, я её сниму. Сегодня наша задача понять, как из простой базовой выкройки мы с вами можем сделать вот такую вот полочку, которая будет выполнена с одним открытым плечом. Рукавчик я не буду делать, это тоже история достаточно простая, хотите пришивайте, хотите нет. Это будет первая наша модель. А вторая наша модель, мы сделаем драпировку вот из этого плечика, здесь оно гладкое, а мы ещё сделаем такую модель, в которой все выточки будут перенесены вот сюда. Итак, начинаем с вами работать. Техническое задание определили, модель нарисовали. Значит, у нас есть вот такая вот базовая выкройка. Это мой манекен 48-го размера, я его измерила и сделала базовую выкройку. Все измерения соответствуют вот этим вот мерочкам, которые здесь перечислены. Прибавки, которые нам нужны будет именно для такой модели, очень маленькие. Прибавка по груди 1 см, прибавка по талии тоже 1 см. Большие прибавки этой изделии без рукавов делать нельзя. Ещё нужно сказать, что когда вы делаете базовую конструкцию изделий без рукавов, вот эта точка, под мышечкой у нас, верхняя точка бокового шва, она не имеет права быть низкой. Потому что если она низкая, вы носите бельё, это бельё будет вот в этом месте видно. И не имеет права быть изделием вот здесь широким. Потому что если оно широкое, опять же не будет прилеганий, не будет того, что нужно. Значит, при создании базовой конструкции особое внимание уделяете вот этой точке. Или её нужно измерить, я показывала это неоднократно, или нужно взять просто 20 см, а потом уже во время примерочки немножко углубить, если вдруг окажется, что вам эта точка высоко. Немножко углубить пройму, никаких проблем нет. Итак, у нас есть вот такая базовая конструкция с талиевой выточкой, которая помогает выйти в талию в 1 см или в 0, и с нагрудной выточкой, которая соответствует нашей осанке. Что мы сделаем с вами? Мы берём и складываем бумагу в два слоя, потому что у нас асимметричный крой. Здесь у меня сгиб. И я просто перевела сюда вот эту нашу выкройку. Вырезала маленькие дырочки, маленькие отверстия. Сейчас что мы будем с вами делать? Мы будем все нагрудные выточки переводить вниз. Но прежде чем это сделать, давайте вот так откроем, посмотрим, что мы здесь видим и чего нам здесь не хватает. Здесь нас не хватает, конечно, нарисован проработанной вот этой вот верхней, второй верхней выточки. Давайте её здесь восстановим и сейчас торопиться уже не будем. И не хватает вот этой талиевой выточки. Талиевую выточку можно, конечно, объединять с нагрудной выточкой, но мне больше нравится, когда они живут сами по себе. Да, получается чуть-чуть больше работы, но зато, если ваша фигурка не очень худенькая, у вас всегда будет безупречное положение вот в этой области под грудью будет замечательное прилегание. Итак, вот эти две выточки нам базовые мешают в этом месте. Поэтому мы из вершин выточек опускаем низ перпендикуляра, берём ножницы и разрезаем по этим линиям, чтобы закрыть верхние выточки. Потому что оформить плечевой шов, вернее, оформить вырез горловинки, который должен пойти как-то вот так, мы не имеем права, потому что этот вырез проходит через открытую выточку. Чтобы его оформить, эту выточку надо закрыть. Но заодно закроем и эту, потому что по модели в плече у нас тоже ничего нет. разрезали внизу. А чтобы открыть выточку, закрыть выточку верхнюю, нужно выполнить разрез снизу. Когда разрез снизу будет выполнен, ваша работа будет выполнена легко и просто. Закрываем. И получаем вот такую картинку. И теперь уже, когда мы с вами закрыли вот эту вот верхнюю выточку с левой стороны, которая у нас отмечается, мы можем спокойно взять и нарисовать эту линию. И глядя на нашу фотографию, мы можем подумать, что эта линия идет как-то вот так, вот так, вот так и вот так. То есть она выполняется вот с таким овалом. Часто такой визуальный эффект срабатывает. Но я вам скажу следующее. Выполняя вот такой вот прогиб, выполняя вот этот вот овал, вы рискуете оголить вот эту вашу грудь. То есть здесь уже начинается нагрудный шарик вот такой, и часть его может быть видна. И на примерке вам это может не понравиться. Поэтому никакого овала. Берем просто линейку и по касательной проводим эту линеечку к пройне и горловине. Провели по линеечке вот эту линию. И немножко отойдем, эта линия просится дальше. Ну вот таким вот образом, да. Но она тогда сделает нам плечико совсем коротенькое. Поэтому я всегда немножечко срезаю вот здесь сантиметра полтора. Я срезаю горловинки и вот эту линию в этом месте оформляю вот таким образом. И все. И наша способная линия выреза горловины готова. Посмотрите, как она отличается, ее положение, от вот этой вот плавной линии. В конце концов, если на примерке вам покажется, что здесь что-то не то, вы всегда можете вырез этот углубить и добавить. Но практика показывает, что этого почти никогда не происходит. На моей практике просто этого не было. Еще обращаю ваше внимание на то, что посмотрите, вот конечная точка плеча. Вот конечная точка плеча. А пройма немножечко как бы отодвинута от нее. То есть плечико сокращено еще и в конечной точке плеча. Насколько? Да я думаю тоже на полтора сантиметра. Вот таким образом мы сократили наше плечо. И было оно 13, осталось оно у нас 10. Ну, это потому, что рукавчики у меня идут без, вернее, изделие у меня идет без рукавов. Если вы будете делать маленький рукавчик, как на нашей фотографии, то вот этого делать не нужно. Не нужно сокращать плечо. Оставляйте конечную точку в том месте, в котором вы ее наметили. В базовой конструкции. Ну, а сейчас вот что у нас получается. И с этим мы легко справились. Вот, собственно говоря, и все. И наша выкройка готова. Больше нам делать ничего не нужно. На ткани мы нарисуем вот эти выточки, вот эти выточки, их сметаем. Я все это подготовлю без вашего участия. И выполню это все на манекене, чтобы показать вам, что у нас получится. Так мы с вами смоделировали вот эту первую нашу, вот эту первую модель. А теперь давайте подумаем, как же нам можно из этой первой модели получить модель вторую. Я сейчас прервусь. Сначала я сделаю из ткани первую модель, чтобы выкройку мне потом порезать было не жалко. А потом уже сделаю вторую модель. На этом мы пока с вами останавливаемся. Ну вот, не забудьте, когда будете укладывать на ткань, вот это наше лекало перевернуть. Строили мы с этой стороны, чтобы все у вас получилось. Вот здесь перед вами должна быть нижняя часть наших выкроек. Ну и что еще? Обязательно все выточки нужно ограничивать вот такими вот линиями. Больше показывать нечего. Сейчас вырежу, все сметаю, покажу. Вот такая получилась у нас модель, если у нас нет никакой драпировки. То есть первая модель выглядит на манекене вот таким образом. Там у нас есть талиевые выточки наши. Давайте вот так вот их немножечко посмотрим. Ну, суховатая ткань идеального прилегания. Все равно какие-то заломчики здесь будут. Отдельно хотелось бы мне сказать, обратить ваше внимание вот на что. Обратите внимание на вырез горловинки. Видите, вот здесь чуть-чуть появилась вот такая вот слабина. И на вашей фигурке тоже это может произойти, смотря какой у вас размер. Вот здесь размер 48, например, да? То есть вы должны в бумажной выкройке измерить длину выреза горловины. Допустим, у вас получится, ну, скажем, 43. И вот эти 43 сантиметра нужно обязательно фиксировать. Так как крой здесь идет по косой, то обязательно в любой ткани эта линия может растянуться. И 43 получится 45. И вот эта слабина будет еще больше. Еще больше будет слабина сюда. Что нужно сделать? Конечно, немножко припосадить, когда будете обрабатывать горловинку обтачкой, или косой бейкой, руликом, или валан будете сюда какой-то пришивать, или воротничок тот же будете пришивать. Можете припосадить. Форму линии, вот она у нас сейчас прямая. Можно немножечко испрямить, если вам хочется. Но практика показывает, что мы ее, вернее, как-то изменить, сделать более овальной. Это все сделать возможно, но это уже вам подскажет примерка на конкретной фигурке из конкретной ткани. Потому что, но фиксировать длину вот этой линии горловины нужно обязательно. И выходить на нее обязательно. Ставьте какие-то усилители, клеевую может быть кто-то приклеит, кто-то просто ниточками соберет. Это не важно. Важно, чтобы та цифра, которая есть в бумаге, повторялась у вас и в ткани. Вот и все. Продолжение следует...